Мастер-классы, выставки и показ коллекции одежды. Все это – обязательная часть программы традиционного осеннего праздника «Шерстеваль». В центре «Ремесел наследия» он проходит уже шестой раз. Правда, два предыдущих года это был онлайн-праздник. А сейчас организаторы решили вернуться к традиционному формату. Решили, опять же, показать новых мастеров, новые коллекции, которые есть, новые техники, которыми обладели наши мастера, новые варианты различной дефиле, ну и, в принципе, творческие музыкальные номера для того, чтобы, скажем, такую осеннюю погоду скрасить чуточкой такого творчества яркого. Мастеров, которые принимают участие в мероприятии, как и гостей, с каждым годом все больше и больше. Это говорит о том, что изделия из шерсти сейчас набирают популярность. На празднике можно было увидеть головные уборы, обувь, сумки, украшения и даже картины из шерсти. Работала с разными материалами, но нашла себя в шерсти, потому что это настолько податливый материал, причем он натуральный, естественный. И работая с ним, ведь когда придешь, ты пальчиками прощупываешь каждую ворсиночку, и ты энергию свою не только отдаешь в эту ниточку, но ты получаешь от нее энергию. Гродненская пряха Татьяна Вежновец на шерстевале в Центре ремесел наследия была впервые. Зато уже успела поучаствовать в международном фесте. Я очень рада, что у нас в Гродно идет, пропагандируется вот это ремесло. И я надеюсь, что это будет основой для таких фестивалей, которые проходят в России. Вот этот пряха-фест, на котором я была в этом году. У нас очень много мастеров, которые работают с шерстью. Поэтому я так думаю, что вот это уже маленькое такое семечко, которое мы бросаем в почву. И я уверена, что вот это рукоделие, оно у нас развернется полным ходом. Помещения Центра ремесел уже кажутся тесноватыми для желающих принять участие в празднике. И популярность шерстеваля, судя по всему, действительно еще будет расти. А значит, мечта Татьяны о Большом фесте в Гродно в скором будущем обязательно исполнится.